МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день мы вытаскиваем бетонные блохи, мы вытаскиваем холодильники, мы вытаскиваем диваны с креслами. На реке Чернавки провели санитарную расчистку. Повелась руководителем комиссии культуры и образования в молодежном парламенте в просвете депутатов. В Люберцах сформировали новый состав молодежного парламента. У меня очень много было призовых мест. Кубков и медалей. Во дворце спорта разыграли люберецкий кубок по фигурному катанию на роликах. А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности в нашем следующем сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2400 обращений. По 20 заявлениям возбуждены уголовные дела. 15 преступлений сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 218 ДТП. Одно из них со смертельным исходом. Детационные мошенничества продолжаются. Но наши бабушки, наши дедушки продолжают какие-то деньги свои ходить, брать кредиты, инвестировать что-то, отвечать на какие-то звонки, отправлять очень большие суммы. Я еще раз прошу соцзащиту, пенсионный фонд, управляющие компании совместно с участковыми пройти еще раз, где наши пенсионеры, попросить, чтобы наши пенсионеры были более внимательны к этим детационным мошенникам, потому что, я говорю, идут, берут большие кредиты. 55 выездов совершили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. На территории городского округа Люберцы за неделю произошло 5 пожаров. В результате происшествий никто не пострадал. На территории городского округа проходит сезон противопожарного водоснабжения проверки. С Люберецким водоканалом силы подразделения отрабатывают. Но помимо Люберецкого водоканала есть еще много балансодержателей водопроводных сетей. Убительная просьба провести на всех объектах, где имеются свои сети наружного водоснабжения провести проверки, представить акты о проверке до 25 октября. На прошлой неделе дома городского округа Люберцы начали подключать к отоплению. В адрес управляющих компаний поступило более 240 обращений, связанных с подачей тепла в квартиры. Данные обращения оказались в основном жилфонды с нижним розливом. Это в основном пятиэтажки. По всем заявкам слесаря прошли, спустили воздух. На данный момент отопление подается нормально. Участники совещания ознакомились с работой управления транспорта и организации дорожного движения. Одно из направлений деятельности – мониторинг социальных сетей. Жалобы, которые жители округа пишут в интернете, рассматривают на внутренних совещаниях с перевозчиками. Водители, которые систематически нарушают правила перевозки пассажиров, ждут депримирования или увольнения. Полгода без горячей воды и риск остаться без отопления. В такой ситуации оказались жители многоквартирного дома в Малаховке. Причиной тому смена собственника котельной, которая обслуживает жилое здание. Как властям городского округа удалось решить эту проблему, выясняли мои коллеги. Котельная в поселке Месс построена почти 70 лет назад. До января этого года территория, на которой она расположена, принадлежала РЖД. После того, как компания продала участок частной организации, встал вопрос о дальнейшей работе объекта теплоснабжения. В результате переговора в администрацию округа с новым собственником котельная перешла под управление Люберецкой теплосети. Конечно, здесь нужно проводить еще дополнительные работы по модернизации. Но задача, чтобы пройти отопительный сезон в этом году без срывов, выполнена. Сейчас проводятся такие технические регламентные работы для того, чтобы отопительный сезон прошел вовремя. И наши жители не заметили холодов. И дома всегда было комфортно. Тут была выгоревшая автоматика. Нам пришлось достаточно много работы провести. Ну и некие финансовые вложения только для того, чтобы ее запустить. Единственный дом, который обслуживает эта котельная – двухэтажка номер 20 на Быковском шоссе. На данный момент здесь проживает 37 человек. С 11 октября в их квартиры пришло тепло и горячая вода, которой не было с мая этого года. Затрачивалось очень много на обогрев этой воды. То есть из моей пенсии уходило примерно на тысячу больше в месяц. А сейчас дали горячую воду и можно мыться, мыть посуду. Вот это большая радость и экономия для бюджета. В том, что в квартирах и подъездах этого дома комфортный температурный режим, лично убедился глава Люберец Владимир Волков. Теперь, когда котельная в надежных руках, проблем с отоплением не будет. Замена лифтов в МКД входит в число приоритетов программы капитального ремонта в Московской области. За последние 10 лет в городском округе Люберце обновили более 600 подъемников, которые отслужили свой срок. В этом году работа продолжается. Наша съемочная группа увидела, как проходит процесс замены лифтов в одном из домов округа. Дому 96 на третьем почтовом отделении в этом году исполнилось 25 лет. Согласно ГОСТу, это возраст, когда в многоэтажке пора менять лифты. В 17-этажной высотке всего 6 подъемников, 3 пассажирских и 3 грузовых. Сейчас в процессе замены пока только большие. Лифт в целом уже устаревает и может быть небезопасен. Новые лифты более комфортные и удобные для жителей. Сейчас работа выполнена больше, чем на 70%. Так что думаю завершить работу где-то в течение еще 10 дней. Заменить все лифты в этом доме подрядчик обещает к 25 декабря. Такой же срок по всем остальным объектам в Люберцах. На сегодняшний день в работе 13 единиц оборудования в 4 МКД округа. Меняется все, начиная сверху от лебедок, кабины, противовесов, электроники, всех входных терминалов, двери, соответственно, пассажирский и грузовой лифт. Меняются, соответственно, вначале один, потом второй, чтобы жители верхних этажей ходили не пешком, а добирались комфортно на лифте. Всего в этом году в план капитального ремонта попало 16 единиц оборудования в 5 многоквартирных домах. В последующем работа по замене лифтов в городском округе Люберцы будет продолжаться. Основное строительство надземного пешеходного перехода завершено. Мост возведен между железнодорожными станциями Люберцы и Ухтомская. Когда завершат дополнительные работы, узнали мои коллеги. Современный надземный мост построен менее чем за 9 месяцев. Пешеходный переход уже функционирует. С начала октября жители могут безопасно переходить дорогу через железнодорожные пути. Конечно же, этот надземный переход является теперь и украшением нашего городского округа, потому что имеет подсветку архитектурную. Это очень современный, качественный переход, который будет эксплуатироваться на протяжении многих десятилетий. Самое главное, что в этом месте наши жители уже никогда не пострадают от несанкционированных переходов и травм, связанных с железнодорожным транспортом. Шахты лифтов находятся с двух сторон пешеходного перехода. Завершили монтаж подъемных устройств. Остаются только пусконаладочные работы. Грузоподъемность превышает 1000 килограммов. Пешеходы с детьми и маломобильные люди смогут беспрепятственно подниматься на мост. Они смонтированы, ведутся пусконаладочные работы. Тут уже очень много народа, пешеходов. И загруженность моста очень приличная после открытия. Помимо запуска лифтового оборудования, заканчивают работы по настройке освещения перехода. Полностью наземный мост будет готов к концу октября. В округе проверили готовность автобусов к зиме. Рейд прошел совместно с сотрудниками ГИБДД и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Тему продолжит Богдан Колесников. Каждое утро из парка Люберецкого межрайонного автотранспортного предприятия номер один в рейс отправляются более 300 автобусов малого, среднего и большого классов. Перед выходом на линию специалисты проверяют техническое состояние транспортного средства и наличие документов у водителей. Доброе утро. Все в порядке. 5.15. Счастливого пути. Спасибо. Такую проверку автотранспортная компания проводит ежедневно. Приближается зима, и требований к содержанию автобусов становится больше. Во время рейда, который провела госавтоинспекция совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля, акцент сделали на многие составляющие. Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние подвижного состава. Это работающий тахограф, работающая система освещения, система ГЛОНАСС. С сотрудниками УРТК мы проверяем систему отопления, то есть печки, работающие в салоне, уплотнители дверей. И все необходимое для того, чтобы пассажиры комфортно передвигались в автобусе. Водители, нарушившие требования, понесут наказание в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. В ходе проверки инспекторы выявили несколько автобусов с техническими неисправностями. На водителей наложен штраф. В течение 20 дней можете оплатить ровно половину, 250 рублей. 10 дней у вас есть на обжалование, 60 дней на оплату, 10 дней на обжалование. Вам это понятно? Понятно. К автобусу Юрия Сергеева претензий нет. За 7,5 лет работы в округе водитель ездил по разным маршрутам. Сегодня отправляется в рейс, который следует от станции МЦД Люберцы до вертолётной улицы. Настроение отличное. Всё хорошо. Уезжаем на линию, всё работает. Валидаторы работают, камеры работают. Всё работает. Навигация работает. Готовы к работе. Рейды, направленные на проверку технического состояния автобусов, в Люберцах проводят регулярно. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах идёт санитарная расчистка водных объектов. Работа проходит в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Один из водоёмов, который попал в план этого года – река Чернавка. Затем, как её освобождают от мусора, наблюдали мои коллеги. Чернавка протекает вдоль деревень Машкова и Марусина. Избавлять от мусора зарослей камыша и аварийного сухостоя водный объект начали в середине сентября. Для того, чтобы полноценно расчистить реку и убрать лишние предметы, которые препятствуют её течению, подрядчик использует самую передовую технику. С помощью этой многофункциональной машины с одного водоёма поднимают в том числе крупногабаритные отходы. На сегодняшний день мы вытаскиваем бетонные блоки, мы вытаскиваем холодильники, мы вытаскиваем диваны с креслами. В общем, богатый улов у нас в плане Чернавки, к сожалению. Чистим, почему непосредственно этот участок, потому что строится парк Марусина, и жителям будет комфортно гулять по чистому берегу. Расчистке подлежит около двух с половиной километров водной площади. Работы проходят не только в самой реке, но и на береговой зоне. Ожидается, что после такой генеральной уборки проблема с подтоплениями будет решена. И, конечно же, в последующем мы будем думать о проектах благоустройства. Будут обустраивать береговые линии так, чтобы это было комфортно, безопасно, красиво. И наш округ тем самым будет преображаться. Поэтому работы такие будут только продолжаться. Санитарную расчистку Чернавки завершат и до первого ноября. До конца года такую же работу проведут в акватории реки Сатовка, русле Македонки, а также в Большом Красковском карьере и Малом Токаревском пруду. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Врачи Люберецкой областной больницы все больше используют в своей практике передовые технологии. На этот раз медицинское учреждение получило аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет проводить исследования сердца через пищевод. О новых возможностях кардиологов наш следующий сюжет. Новый вид ультразвукового исследования сердца врачи Люберецкой областной больницы освоили недавно. В отличие от традиционного обследования через грудную клетку, этот метод более информативный. Получить четкое изображение не мешают такие преграды, как кожа, подкожная клетчатка и ребра. Сердце пациента видно, как на ладони. Достаточно высокая визуализация и видимость настолько хороша. Мы можем достаточно хорошо оценить ситуацию и дать более точные ставят диагнозы. Исследования сердца через пищевод делают только в условиях стационара под местной анестезией. Показания к такой процедуре определяет врач-кардиолог. Используется, когда есть такие заболевания, как клапанные пороки, инфекционные эндокардиты. Когда пациент после кардиохирургической операции, протезирования, динамики смотрит функцию клапанов. И интрополостные, внутреполостные сердечные образования, такие как тромбы или опухоли. Раньше для проведения такого исследования жителям Люберец приходилось обращаться в федеральные клиники. Теперь такой необходимости нет. Высокоточную диагностику можно сделать в своем городском округе. Почти 10 лет технологическая компания «Ядро» занимается разработкой систем обработки и хранения данных микропроцессоров и сетевого оборудования. В Малаховке и Дубне находятся производственные площадки, а вся продукция хранится на территории логистического комплекса «Тамилина». Этот склад открыли в конце мая. Здесь хранятся электронные компоненты, серверные корпуса и готовая продукция, выпущенная компанией «Ядро». За последние годы объем производства увеличился. Появилась необходимость в дополнительном помещении. Работы по оснащению нового складского корпуса уже на финальной стадии. Грамотно распределить нагрузки электрические, которые требуют наше оборудование достаточно большого объема энергии. Поэтому баланс необходим, чтобы это было безопасно, практично, не было сбоев в работе. Оборудование у нас достаточно дорогое, поэтому контроль, контроль и только контроль. В начале октября компания открыла центр по подготовке электронных комплектующих для серверов. Для большинства деталей требуются особые условия хранения. Некоторые компоненты, например, боятся влаги. Поэтому они живут вот в таких специальных упаковках. И чтобы их туда запаковать, мы используем докуматор. Полностью убирается воздух, вкладываются специальные индикаторы, сушители. И уже после этого электронный компонент может и храниться, и поехать на производство. Сейчас только коллектив запускает весь этот процесс. Мы обязательно сюда приедем условно через три месяца, через полгода. Посмотрим, как уже все кипит. И на предыдущем предприятии на сборочной линии, именно в Малаховке, когда мы были, конечно же, предприятие настолько выпускает необходимую продукцию, что тех площадей уже совсем не хватает. Объем производства компании вырос до одного миллиона изделий в год. Благодаря расширению площадей складского комплекса до 18 тысяч квадратных метров появится более ста новых рабочих мест. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Лазер-стиль на рынке уже более 25 лет. Это одно из крупнейших предприятий в Подмосковье. Глава округа Владимир Волков с рабочим визитом посетил рекламно-производственную компанию в поселке Машково. Компания работает по двум основным направлениям. Первое – это историческим, чем мы занимались, наружная реклама, изготовление вывесок, полное оформление магазинов. Второе большое направление, сейчас оно лидирующее – это производство ПЮС-материалов, это торговое оборудование нестандартное для брендов. Предприятие на рекламном рынке с 1996 года изготавливает внутренние и внешние макеты вывесок. При производстве рекламных конструкций используется широкий набор материалов – от металла и дерева до виниловой пленки и тканей. Передовые технологии обработки позволяют добиваться высокого качества. Компания нам очень приятно, что на территории нашего округа работает так долго. Компания работает порядка 250 человек. И, конечно же, я желаю производству, руководству этой компании только развития, только новых заказов. Мы поддерживаем наших производителей. У компании рабочие связи со многими городами России, что позволяет выполнить поставку и монтаж рекламной продукции в любую точку страны. Предприятие обладает собственным производством, на котором работает более 200 человек. Вообще, как бы макетчики, сборщики, рекламу делаем. Босс у нас, бригада женская. Клеим, катаем. Очень интересная работа. Работаем своими руками. Миссия компании – способствовать повышению продаж, продвижению брендов и улучшению имиджа клиентов. Тут дизайн и качество соответствуют современным требованиям. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком лицее номер 4 провели встречу в рамках федерального проекта «Школа молодого политика». На вопросы молодежи ответили депутаты Владимир Ружицкий, Игорь Каханы и руководство местного отделения партии «Единая Россия». Старшеклассников, студентов и активистов молодой гвардии из Люберец и соседних муниципальных округов интересовали отличие работы молодежных организаций советского периода от сегодняшних, с чего нужно начинать политическую карьеру и какие люди чаще всего добиваются успеха. Попросили председателя Люберецкого совета депутатов рассказать и о его трудовом пути, в каких молодежных организациях состоял и как пришел в политику. «Был консоргом класса, член комитета комсомола школы. Служил в АГРИ, это член комитета комсомола части. В институте член комитета комсомола института. А уже все остальное, оно как-то сладовалось, поэтому на автомате все получилось. Хотя я не собирался быть ни в областной доме, не занимался здесь вот как глава района, в случае директором завода. Ряд вопросов надо было решать, включая ряд вопросов через Московскую областную думу». За плечами Владимира Ружицкого два депутатских созыва в Мособлдуме и 17 лет работы в должности главы Люберец. Для ребят это яркий пример деловой активности и преданности избранному делу. «Я как бы ставлю при собой задачу, как можно больше ребят молодых, активных вовлекать в эту нашу жизнь, чтобы люди попробовали, молодые люди попробовали, каким образом строится работа в сообществе, каким образом идет организация каких-то мероприятий. Наша задача – дать некий импульс, как бы стимул, чтобы ребята начали задумываться и вовлекались в режим самоуправления, там, где они учатся, проживают, работают». Депутат Московской областной думы Игорь Каханый рассказал, чем отличается исполнительная власть от законодательной, какие задачи стоят перед парламентариями и почему депутатам важно слушать и слышать жителей. «Данные встречи очень нужны и полезны для подрастающего поколения, так как нам на них рассказывают, как что работает, что делают депутаты, для чего они нужны. Я бы хотел, чтобы такие встречи у нас в школе проводились гораздо чаще, потому что они очень полезны и интересны». Проект «Школа молодого политика» запустило региональное отделение молодой гвардии в этом году. Такие встречи будут регулярными. Завершился прием анкет кандидатов в новый созыв молодежного парламента при Совете депутатов городского округа. На заседании конкурсной комиссии определили самых достойных претендентов. С презентациями молодых парламентариев ознакомились и мы. «Здравствуйте, уважаемая комиссия. Очень волнительно быть первой. Хотелось бы немного рассказать о себе. Меня зовут Лахова Любовь, мне 24 года. Я работаю музыкальным руководителем, обучаю маленьких детей». Рассказать о своих достижениях, опыте общественной деятельности и доказать, что именно тебя должны принять в молодежный парламент. На это каждому кандидату отведено не более трех минут. Выступление спикеров оценивают по четырем критериям – от нуля до пяти баллов. «Хочется увидеть ребят, которые именно мотивированы на то, чтобы не только это было интересно для них, но чтобы это было полезно, чтобы приходили новые люди, новые ребята, которые могли бы выбирать свой жизненный путь из мотивации делать добро, делать жизнь лучше». 38 молодых людей заявили о своем желании вступить в новый созыв молодежного парламента. Десять из них делают это повторно. Среди тех, кто хочет продолжить активное участие в общественно-политической жизни округа – Мария Калугина. За ее плечами большое количество реализованных проектов. «Я являлась руководителем комиссии по культуре и образованию в Молодежном парламенте при Совете депутатов. Я здесь именно для того, чтобы не просто принимать участие в мероприятиях округа, а являться их частью организовывать, создавать и реализовывать свои идеи». «Любой молодой житель от 16 до 35 лет, включительно, проживающий на территории городского округа Люберца, мог подать до вчерашнего дня анкету на вступление в Молодежный парламент и прийти сегодня на заседание конкурсной комиссии». Конкурсная комиссия, в которую вошли представители администрации городского округа, депутаты и члены общественной палаты, отобрала 21 кандидата. Обновленный состав Молодежного парламента утвердят на ближайшем заседании Совета депутатов. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжается масштабная реконструкция стадиона «Торпеда». Центральный спортивный объект городского округа Люберца находится в аварийном состоянии, но теперь с помощью государственной программы Московской области он преобразится и получит новую жизнь. О ходе проводимых работ наш следующий сюжет. Сейчас эти 29 тысяч квадратных метров – строительная площадка, но в конце следующего года здесь появится спортивный кластер, отвечающий всем современным тенденциям. Футбольное поле с искусственным газоном, легкоатлетические дорожки, зоны для занятий баскетболом, волейболом и сдач нормативов ГТО, а также трибуны с навесом на полторы тысячи мест. Ключевым объектом станет «Фокс» с универсальным спортивным залом и тренажерами. Это большой комплекс на 2500 метров, в котором тоже будет круглогодичное многофункциональное поле, футбольное, волейбольное, баскетбольное, будет зал борьбы, будут залы для шахмат, абсолютно разные направления спорта будут уже развиваться в этом нашем новом центре. Разрешение на строительство подрядная организация получила в конце августа и уже 1 сентября приступила к работе. Сегодня на объекте трудится 30 человек. После отрыва котлована «Фока» рабочих станет больше. Полностью идет работа по всей длине фундаментов трибуны, залитой уже 570 кубов монолитного бетона. Дальше начали уже работать по разработке котлована физкультарно-оздоровительного комплекса. Планируем в осенний-зимний период выполнить весь монолит на всех трех объектах. Это фок, трибуна и проходная. В том числе фундаменты под мачты, освещение. Работа проходит в две, а иногда и в три смены. Срок завершения строительства – четвертый квартал следующего года. А открытие нового стадиона запланировано на начало 2025-го. После масштабной реконструкции «Торпеда» сможет принимать до 4000 спортсменов в день. Все больше жителей округа становятся участниками клуба «Активное долголетие». Здесь каждый находит друзей по интересам, единомышленников и новые увлечения. «Активное долголетие» объединяет женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Тему продолжит наш корреспондент. В Люберцах первый клуб «Активное долголетие» открыли весной 2020 года. Каждый здесь найдет занятие по душе – вязание, танцы, компьютерная грамотность, живопись, настольный теннис, скандинавская ходьба и многое другое. Более ста участников клуба выполнили нормативы ГТО и получили серебряные и золотые значки. Сейчас клуб посещают более 9 тысяч жителей округа. Занимаемся гимнастикой, суставной гимнастикой, шашки, шахматы, бильярд, теннис. Когда мало двигаешься, суставы совсем плохо работают. Немножко подвигаешься и уже как-то все лучше. Жду, наверное, какие-то положительные эмоции, настроение улучшится у меня. Я жду концерта. Сегодня представителей старшего поколения пригласили на встречу с творческим коллективом. На сцене ансамбль русской песни «Китиш». Такие вечера проходят при поддержке учреждений культуры и спорта городского округа. Владимир Сурков организует эти встречи, чтобы вовлечь еще больше людей серебряного возраста в оздоровительные социальные и творческие проекты. Этим людям в этом возрасте уделяется очень мало внимания. Я как депутат, как руководитель спорта комитета принял решение проводить концерты на безвозмездной основе, собирать на территории наших школ шаговые доступности наших жителей, для того, чтобы они приходили и хотя бы имели возможность, не выезжая из нашего района, получать такое прекрасное удовольствие, как послушать музыку, потанцевать. Музыкальные вечера для жителей серебряного возраста проводят в округе регулярно. Следующая встреча состоится 17 октября в 18 часов в 44-й гимназии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел блиц-турнир по шахматам в память Олега Зильберта. Он был легендарным шахматистом и семикратным чемпионом городского округа Люберцы. Подробности турнира узнали мои коллеги. Участники приехали из разных городов Подмосковья. Всего 64 человека. Идея проведения турнира имени Олега Зильберта принадлежит Валентине Ильиновой, вдове легендарного шахматиста. Мы открываем второй раз мемориал имени моего мужа Олега Зильберта. И я хочу сказать, что это для нас очень значимое событие. Первый раз оно было значимым, но сейчас мы видим, что это становится уже традицией в городе. Это очень приятно. Важным этот турнир был не только для родных легендарного шахматиста, но и для его друзей. Они приняли участие и почтили память дорогого им человека. Мы более 30 лет. Олег Абрамович, как только он приехал на Люберецкую землю, вот с тех пор он, кроме того, что участвовал в массе каких-то международных соревнований личных, он всегда 30 лет играл за Люберца, играл на первой доске. Блиц по пять минут и добавление к каждому ходу по три секунды. Всего 11 туров. Для победителя подготовили денежный приз и кубок, а для призеров – медали и грамоты. Побороться за призовые места пришли не только взрослые, но и юные шахматисты. Я играю в шахматы с шести лет. Шахматная доска – это место, в котором ты можешь сделать все, что угодно. Ты можешь командовать фигурами на доске. Участие в турнире я решила принять, потому что здесь очень хорошие соперники, и с ними очень интересно играть. Памятные турниры имени Олега Зильберта планируют проводить ежегодно. Все результаты участников отправят в Федерацию шахмат России и внесут их в личные зачеты. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Вместо льда – паркет, вместо лезвий – колесики. Во Дворце спорта «Триумф» прошли ежегодные соревнования за Люберецкий кубок по фигурному катанию на роликах. С участниками пообщалась Анастасия Кладинова. Сегодня у нас совсем небольшое количество участников, всего 35. Мы даем возможность выступать даже спортсменам, которые только первый год пришли, буквально в сентябре, и они будут у нас дальше в программе соревнований. Это первая ступень. От городского округа Люберца участвовало 16 спортсменок. Одна из них – София Трухина. Перешла в роллер-спорт из фигурного катания в марте 2023 года. Схожесть этих видов спорта помогла Софии быстро освоить новое направление. И на этих соревнованиях она заняла первое место. «На льду я занималась до этого 6 лет. Потом я бросила, потому что поняла, что я дальше не смогу пройти, там все, у меня уже конец. А потом я пошла на бокс, и там были соревнования на роликах, и я решила, что я хочу попробовать себя в роликах. Вообще на роликах я бы участвовала всего пока что. Это четвертое соревнование. У меня было второе, третье и сейчас первое место». За первое место и защиту спортивного разряда соревновались участники из разных городов. Алиса Речкина приехала из Венигорода, занимается роллер-спортом 4 года. За спиной у спортсменки большое количество выигранных кубков и медалей. «Я люблю соревноваться и выступать в красивых нарядах. У меня очень много было призовых мест, кубков и медалей. Я считаю, что хорошо сегодня выступила». Из 16 люберецких фигуристов все прошли на следующий этап. В Кубке Московской области спортсмены примут участие уже в декабре. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин